Всем привет, с вами Денис Мейджор и я хочу рассказать о своих впечатлениях от Soul Calibur 6. Вообще говоря, я раньше в Soul Calibur практически не играл, для меня это просто был очередной японский файтинг, ну просто с оружием, что в принципе уже было там в тот же Ташинден, хотя да, конечно, в Ташинден это было не так интересно. Но шестая часть все-таки заставила меня зауважать Soul Calibur, именно поэтому я назвал это видео «В чем фишка Soul Calibur 6». Не буду говорить о всей серии, потому что я в ней далеко не спец, я расскажу о шестой части и именно о своих впечатлениях, то есть о том, в чем я для себя вот эту самую фишку нашел. Но в первую очередь скажу о том, в чем я эту фишку не нашел. Ну, во-первых, графика, ну просто так, как бы знаете, по меньшей значимости. Ну, графика вроде как важна, но вроде как и не очень, но не очень потому, что все-таки суть игры-то не в графике, практически любой, а файтинга в том числе, все-таки важна, потому что требования что-то высокие. Я, честно говоря, не понял, почему при таких требованиях игра выглядит вот так, при том, что даже на базовой PlayStation 4 она не может Full HD разрешение показывать. То есть, в принципе, не знаю, а что там такого нарисовано там, то есть ты смотришь и, не знаю, Mortal Kombat 10, мне кажется, он гораздо круче выглядит. Тем более, когда ты запускаешь сюжетный режим Soul Calibur, ты видишь, что у тебя просто карточки с персонажами и просто текст, и даже озвучки нету часто. И в этом смысле ты думаешь, что вообще, посмотрите на Mortal Kombat, посмотрите, как там делают. Вот что такое сюжетный режим файтинги, вот что такое графика файтинги, вот как должно это быть. Вот куда должны пойти все эти там Мегагерцы, Терафлопсы и прочая ерунда. А вы тут что сделали? Просто какие-то 80-е, даже не 90-е. Но, когда я начал играть, я понял, что да, претензии к сюжету это все на месте, то есть просто сюжет можно не запускать, при том, что здесь зачем-то два сюжетных режима, один из которых ты отыгрываешь сюжет за каждого персонажа, кто там есть, а там есть еще и Ведьмак Геральт из Ривии. И еще один сюжетный режим, тоже совершенно лишний, где ты создаешь своего персонажа. Там, конечно, очень богатый редактор, где люди там что только не делали, но дело в том, что ты, по сути, создаешь скин для какого-то персонажа из того, кто уже есть. Потому что ты там выбираешь стиль боя, и будут все приемы те, которые есть у того персонажа. Вот, так что это, на мой взгляд, неинтересно. То есть вот эти два сюжетных режима просто сразу можно... нафиг. Но, основной геймплей, файтинг, ну, во-первых, сетевой режим, режим один против одного, режим один против компьютера. Да, там не очень интересный режим против компьютера, это просто восемь битв, и все, как бы без какой-то там красивой картинки в конце, или фильма в конце, да, там про каждого персонажа нет. Но все равно, сам геймплей, сам файтинг вот здесь уже, Mortal Kombat не только что X, а вообще любой, то есть просто рядом не валялся. В этом смысле Soul Calibur, конечно, ближе всего, наверное, к Текену, потому что Текен, он тоже такой, ну, интересный какой-то по-своему оригинальный файтинг, динамичный. Со Street Fighter я бы не стал сравнивать, все-таки совсем другое. Но, что в первую очередь, наверное, удивит, например, фанатов Mortal Kombat. То, что оказывается, у каждого персонажа вообще разные удары, нету одинаковых. Типа низкий удар рукой, высокий удар рукой, фигня, забудьте. Удары у всех совершенно разные, принципиально разные. Более того, этот файтинг показывает, зачем вообще нужно оружие в игре. Потому что, если мы вспомним тот же Текен, то Яшимитсу с мечом, который здесь, кстати, тоже есть, он мечом практически не дрался. У него там с мечом было довольно мало ударов. Но здесь ты понимаешь, зачем оружие в файтинге, потому что файтинг именно на этом и построен. И использование оружия здесь сделано очень круто. Ну, во-первых, смотрите, оружие разное, да, то есть есть какое-то более быстрое, ну, может быть, менее мощное. Есть, ну, как всегда, мы привыкли еще, допустим, по ролевым играм. Есть длинное оружие, есть короткое оружие. И это реально работает. Не так, что тебе просто нарисовали какую-нибудь длинную палку, но она работает, хитбокс, и у нее там все так же, как у обычной палки. Нет! Это реально используется в тактике боя, в динамике боя. То есть у тебя на дистанции есть преимущество, если у тебя длинная палка, и наоборот, тебе немножко тяжелее с ней драться, когда у тебя короткая дистанция. Но второй момент, это то, как происходят какие-то парирования оружием. Там есть еще замедленный режим, когда они там в замедленном режиме вот это парируют. Это настолько круто! То есть особенно вот этот замедленный режим, я просто там чуть не заорал, когда я его первый раз увидел. Когда там ты там на мечах, и оно там как-то он раз отходит. Ну там, конечно, нужно успеть среагировать, потому что замедляется это время и у тебя, и у персонажа, твоего врага вернее. И нужно успеть среагировать, потому что ты не начинаешь двигаться быстрее в замедленном варианте. Но это очень зрелищно. То есть даже те вот эти, ну, некие аналоги X-Ray из Mortal Kombat, они не такие зрелищные приемы. То есть они красивые, довольно, ну, более реалистичные, может быть, чем в Mortal Kombat, где там сломали позвоночник, все выбили, а потом ты спокойно дерешься. То есть, знаете, как в Fatality уже прошло, а ты ничего, нормально стоишь вроде. Но все равно смотрится круто, как и большинство приемов. И специальных приемов, и не специальных приемов. То есть каждый персонаж дерется по-своему, каждый персонаж дерется очень красиво. И если даже вот научиться играть, там, изучить несколько приемов, то ты начинаешь просто от этого переться, просто тащиться там. Тебя это мотивирует больше изучать про каждого там персонажа, который тебе понравился, потому что это действительно потрясающе смотрится. Ну и немаловажный момент, что для победы в том числе достаточно выбить персонажа с арены. Это, конечно, приводит к тому, что сами по себе арены, они такие просто, ты как бы дерешься, не знаю, на какой-то квадрате каком-то таком. Это интересно, что можно выбить, потому что там, например, ты иногда, есть такие моменты, кто-то там сильно атакует, а ты там отходишь. И он там или сразу перелетает и в пропасть падает, или наоборот, он становится на край, а ты, кто отошел, там, с другой стороны заходишь, толкаешь его. И таким образом даже мощный удар, который там хотел провести там твой противник, может обернуться против него, если ты будешь грамотно воевать. И это как раз круто, потому что это такой дополнительный баланс. Но также хочется отметить и какую-то легкость игры, точнее, легкость управления. То есть, с одной стороны, там, постоянно нажимая одну кнопку, ты многого не сделаешь. Да, там есть комбы на одной кнопке, но они легкие, маленькие, сделаны просто скорее для начинающих игроков. Потому что эти комбы нужно еще уметь развивать, чтобы сделать из них что-то интересное там и ужасающее. Но все остальные движения, какие-то интересные движения, они довольно легко выполняются. Разве что придется выучить, какая кнопка что означает. То есть, здесь нету, когда смотришь, например, на консоли играешь, смотришь меню, и все вот эти удары, они даны не как, там, нажми кнопку А, там, кнопку Х потом. А нажми кнопку там А, Б, кнопку К, это кик, ну, видимо, удар, кнопка G, guard, блок. И тебе нужно просто запомнить, какая вот у тебя кнопка на геймпаде, это А, Б, какая К, какая G. Но, в принципе, запомнить легко, так что, как только вы это запомните, уже не будет никаких проблем смотреть все эти комбы. Так что, если подытожить вот это видео, что я главное хочу сказать, что фишка Soul Calibur 6 не в графике, потому что здесь все с этим, ну, довольно слабенькое. Не в сюжете я, в принципе, не очень рекомендую запускать, разве что вы уже там во все остальное наигрались. То есть, самая главная фишка, это сам по себе геймплей, который интересен, ну, в любом виде и, конечно, в любом режиме. Просто в режиме сюжета, там, между геймплеем очень много какой-то левой информации, которая тебе просто подается текстом со статичными картинками. Ну, Ведьмака сюда, кстати, хорошо вписали тоже, мне понравилось. Ну, в принципе, в Soul Calibur, насколько я знаю, и раньше были там кроссоверы с другими персонажами. То есть, там приходил, по-моему, и Линк когда-то был. И Геральт действительно очень хорошо подходит сюда. Он умеет драться мечом, у него есть магия, он может ее частично использовать на поле боя. Ну, не так, как в игре. В игре, конечно, более массивно это было, в смысле, в Ведьмаке. Здесь немножко более ограничено, но все равно это Ведьмак, которым можно драться. Его даже на обложку вынесли, потому что, на самом деле, видимо, сейчас такая уже расстановка сил, что скорее Ведьмак рекламирует Soul Calibur, а не наоборот. Тем не менее, игрушка действительно получилась очень крутой, и я всем рекомендую, кто любит хорошие, задорные, интересные файтинги. Хотя, наверное, такие люди уже ее давно купили. Ну, а с вами был Денис Мейджор, я рассказывал о Soul Calibur 6. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok